Приветствую всех, я Рома Дивиди и сегодня я хочу вам предоставить обалденнейшую ржаку. Это такая ржака, обоссака будет, так что заранее, ребят, хочу сказать, запасайтесь памперсами, потому что обоссаться реально недолго. Лично я уже сегодня хотел посмотреть комедию, но с утра встал, думаю, блин, пивасика намахнуть, посмотреть какую-нибудь комедию. И тут Александр Соколов, ну из моей группы Чувачок один вконтакте, значит, пишет мне, Рома, что я нашел, короче, и кидает мне ссылку на эти опросы. Ёб твою мать, ёб твою, блядь, сука, крыса, заебать. Ну я в смысле не про Александра Соколова сейчас, который кинул, я в смысле про то, что это, блядь, это, что это происходит. Сука, я без смеха не могу. Это пиздец, ребята, я хочу просто, блядь, посмотреть комедию, но я понял, что после этих опросов для меня любая комедия, по крайней мере, сегодня точно не покажется смешной, явно. Потому что эти опросы сделали мой день, это, блядь, круче, чем любая кинокомедия, это просто ёбаный пиздец. Я даже не знаю, как это вообще назвать, я просто хочу... Сука, я сейчас буду плакать, блядь. Надо было это на видео записывать, но ёбаный в рот, это просто пиздец, короче. Давайте, я сейчас зачитаю, вы послушаете. Ой, господи, боже мой. Вот это дурдом. Итак, приступаем к разъёбу танков онлайн и их опросника ебучего. Кто вообще это составлял? Ну давайте. Напомню, перед тем, как я начну стебать танки, напомним, раньше в танки играло преимущественно взрослое население, скажем так, а сейчас играет сплошь и рядом шоколота. Поэтому видео, в принципе, делается, скорее всего, для старшего возраста, старше 16, да, скажем так. Ну, 18 плюсом, блядь, я не знаю. Какое из грядущих обновлений вы ждёте больше всего? Вопрошают, нас спрашивают, какое. Давайте посмотрим результаты. Какое же? Итак. Режим для младших званий без возможности крутить башни. Вот он. Режим для младших званий без возможности крутить башни. Ёбаные обновления! Это ждут люди! Это люди ждут этот режим! Посрали и бежим, блядь! Я не знаю! Режим, блядь, пос... Сука! Блядь! Без возможности крутить башни! Это что получается? То есть... Так они и так не крутят башни на мелких званиях! Нахуя им? Блядь, они и так... Нахуя там ещё какой-то режим? Я вообще не понимаю. То есть, они хотят сделать из танков вообще нубяр. То есть, ты нихуя не умеешь крутить башни до урон... До уронта, скажем так, да? У тебя режим, потому что не позволяет. Потом вдруг тебя перекидывают там, где уже все крутят башни, а ты пришёл и хоп-хлоп, блядь! А ты не умеешь нихуя! Вот здрасте, мордасте, блядь! Вот веселуха будет! То есть, они готовят будущих нубов-маршалов! Маршалы, которые не крутят башни до сих пор встречаются и по сей день. Я знаю таких людей... Ну, как знаю? Я играю, то есть, я вижу таких людей, которые... Как, кстати, играют? Когда снимают для вас видосы. Я вижу таких людей, которые не крутят башнями. И они хотят сделать режим для младших званий, блядь! Но я представляю! Для младших званий, блядь! Не научился, блядь, башни крутить на младшем звании, и всё! Дальше нихуя не научишься уже! Башки не хватит! Это пиздец! Ребята, это, представляете, как так в танках... Это единственная фишка башни крутить, блядь, чтобы всех нахуяривать! Это тут отключают этот режим, блядь! Ты ездишь, крутишь корпусом, блядь! Это ж... Он пока развернётся, блядь! Ёб твою мать! Это что за пиздота? Ох, господи! И кто это вообще придумал? Отключить кручение башни? Это... Давайте сделаем режим тогда... Чтобы пушки не стреляли! Давайте сделаем так! Режим... Кто за то, чтобы не стреляли пушки в танках онлайн? Великолепно, мне кажется, не правда ли? А ещё можно сделать так, чтобы танки не ездили, а просто стояли на месте! Режим такой! Танки стоят на месте, башни не крутятся, а ещё и не стреляют! Просто заходишь в игру, открываешь браузер, видишь свой танк и... И всё, и получаешь удовольствие от игры... Ну, если это можно, конечно, назвать игрой, я не знаю! Ладно! Добавление рации для связи с командованием! Вот мы видим, добавление рации для связи! Ёбаный пиздон! Блядь, ну, ребята, ведь есть же, есть же, ведь, как вы знаете, есть РК! РК, да? Есть скайп! Ну, нет, блядь, давайте сделаем голосовую связь! Давайте сделаем так, чтобы, играя в танки онлайн, шкалота могла орать на тебя! Ты, пидорас, куда ты едешь, блядь? Чё делаешь? Хватай флаг, тащи сюда мину! Сука, зачем ты тут поставил, пидор, блядь? Это, понимаете, ребята, это добавление рации, блядь! В танках онлайн это хуже, чем добавление голосового чата в Counter-Strike, блядь! Я не знаю! В контре, блядь, сука, там шкалота заёбывает, блядь! Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми! Сука, блядь, мозги бы им об стену вывел, долбоёбы, низкосракие. Но давайте ещё ведём рацию в танках, чтобы вообще обосраться, блядь, обосраться и не жить после этого. Что, блядь, рация в танках? Ебанулись совсем, блядь? Да это пиздануться можно, сколько-то пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, блядь, это ебанулут, ёбу дать, блядь. Рация для связи с каким, блядь, командованием, блядь? Какого командования хуя? Кто, блядь, ёбаный командир, блядь, лысый, который в видеоблоге войдёт? Или не мирская плоская доска без сисек? Я не понимаю, ёб твою... Не, ну Машка хоть симпатичная тёлка, конечно, но я бы, конечно, и силикона вдул. Ну, я бы, конечно, и так вдул, но силикон и бедит тоже вкачал. Можно у лысого с губ выкачать и Машки силикона в сиськи. Но, ладно, это так. Ох, блядь. И подбираемся к самому интересному. Это налог, ёб твою мать, на содержание танка в гараже. Кристальный налог на содержание танка в гараже. Ёбаный, блядь, насос. Это пиздон, ёбаный, насрать. Как это понимать вообще? Налог на содержание танка. Нет, я понимаю, что налог на машину. ОСАГО там, КАСКА, ХУЯСКА, блядь. Ебантяйка и прочие налоги там, блядь. Заебали своими налогами по всей стране, блядь. Тут же не пёрнешь без налога, блядь. Тут же и воздуха не вдохнёшь, не пёрнешь и не сиранёшь без налога. Нет, блядь. Ещё ёбаный в интернет браузер на игре. Налог, блядь, на содержание танка. Чё вам, сука, блядь, денег мало? Педагоги ухуевы. Налог на содержание танка в гараже. А что, блядь? И что? Ёб твою мать. Я сейчас должен пойти, сука, и страховку на этот танк оформлять. Вдруг я случайно, блядь, в кого-то въеду, что ли? Или что, ёб твою мать? Где ты, сука, налог видел на содержание танка в гараже, блядь? Ты в нашу армию приди, скажи. А вы заплатили налог на содержание танка? Да тебе, блядь, с жопой, сука, на ствол наденут. И, блядь, ебанут нахуй, блядь, с Т-80, чтобы прилетел пердел как орехов. Господи, я не знаю. Где они находят таких... Налог на содержание... Знаете, на что это похоже? Это как... Я вам скажу, на что это похоже. Представьте себе, разработчики танков онлайн, это бояре. Это бояре. А вы все холопы. А они цари и бояре. А вы все холопы и нищедрань, рвань, голудьба голимая. И вот, они приходят. Так, крестьянин пахом, собрал ли ты мне тут налог и дань, блядь, за то, что ты... Ёб твою мать, на своем огороде копаешь свою картошку, блядь. Наживешь, сука, в моей деревне, ёб твою мать. Это приблизительно то же самое. А ну-ка дайте ему 200 плетей, блядь, на площади, блядь. По пяткой, палкой ему по пяткам, блядь. Десять раз. Я не знаю, но налог на содержание танка в гараже, это просто пиздец, ребята. За то, что у тебя находится танк в гараже, ты должен еще будешь налог кристаллами платить. То есть, мало того, что, допустим, игра, как бы, подразумевает, потому что она бесплатная, ты еще будешь налог должен. А что, если будет, давайте предположим, что будет, если ты его не заплатишь? Придут приставы к тебе домой, заберут компьютер, судебные приставы, скажут, вы не оплатили налог в гараже за танк в танках онлайн. Ха-ха-ха-ха-ха. Великолепно. Я аж, блядь, пива захотел, сука. Охуеть. Налог на содержание танка в гараже, блядь. Налог на содержание, сука, алименты, ёб твою мать. Ёбаный пиздец. Это, блядь, крепостное, крепостное право. В натуре вы все рабы и холопы. Теперь у разработчиков ходите, блядь, я не знаю. Сука, это комедия, я плачу, блядь. Я не могу. Налог на содержание танка в гараже, блядь. Сука, блядь, ёбаный пиздец. А если ты налог не будешь платить, чё, сука, танк изымут из гаража или что, блядь? То есть, и самое интересное, самое интересное, вопрос, вопрос, вопросники, ребят, читайте. Какое из грядущих обновлений вы ждете больше всего? Смотрите, ребята. Вы ждете больше всего. То есть, вас специально натаскивают, то есть, нравится вам или не нравится обновление, вас не спрашивают. Вас говорят, вы ждете больше, как будто вы ждете. Вы его нахуй не ждете. Но вопросник составлен таким образом, что вы ждете, блядь. Понимаешь, ребята? Вот как вам относитесь. Блядь, относятся. Вас заранее, как собак, натаскивают, что вы ждете. Хотя вы, на самом деле, нихуя не ждете. Но вас приучают к мысли о том, что вы это ждете. Вы ждете больше всего. А вам это нахуй не надо. Ёбаный лалок на содержание танка в гараже, блядь. Кому это в пизду вообще в голову? На самом деле, знаете, этому чуваку надо... Ему реально, ему надо премию дать, которую он хуйню придумал. Это великолепная, охуенная вещь развлекалого для поднятия настроения. Для тех, кто ушел из гребанных говнотанков онлайн вообще. Я считаю, это просто охуительная вообще штука. Я ебу, блядь. Алибабу, алибабу, я ебу. Но это прекрасная вещь. Он так понимает, чувак, настроение. Этот пиздюк, который придумал всю эту хуетень. Блядь. Какое из грядущих обновлений вы ждете больше всего? Больше всего мы ждем налог. Да, блядь, налог. Блядь, заберите все, блядь, налог мы ждем, сука. Мы так этот налог ждем. И смотрите, ребята, самое интересное, что нашлось 7% долбоебов. То есть, 2900 голосов нашлось те, которые ждут налог. То есть, они хотят платить налог. На самом деле, мы прекрасно знаем, как опросники составляются. И все эти данные печатаются у них на сайте. То есть, здесь абсолютно вся эта информация. Вот эта вот, которая с делененькой стрелочки, вся эта хуета. Это нереальная хуйня. Это они сами все это приебывают сюда. Так вот, сидит царь на троне разработчик танков онлайн. И вы, холопы, челом бейте. Принесли мы тебе десятину, царь-батюшка, блядь. Не вели казнить, вели оставить мой хортнет в покое, блядь. Не это, блядь, не делай из М3, М2, блядь, не. Я тебе следующий месяц заплачу, ёптвою мать. Это просто пиздец, ребята. Это просто вынос мозга, ёбаный насрать. Я просто с этих танков хуею. Что стало с теми танками, в которые когда-то раньше я играл? Веселые танки, танки онлайн, профессиональный киберспорт. Что стало с этим? Полностью уничтожили танки онлайн. Ничего не осталось. Дебилы. Режим для долбоебов называется. Я бы сказал так. А танки онлайн раньше были так. Режим, играй кто хочет. В основном для взрослых. Потом режим, еврейский, блядь, жадный режим. Когда сделали ебаланс ебучий, блядь. Спиздили наши бабки. Еврейский режим. Когда выгнали всех старых игроков. Сейчас режим для долбоебов. Когда, сука, вводят даже налог на содержание танка в гараже. Это что, сука, западные санкции, что ли, так подействовали? Ну да, да, да. Пермские, спермские разработчики так решили. Ёбаный в рот. Но санкции же сегодня. Но почему бы нам тоже не ввести санкции? Мало ли, вдруг попадем. И нам оплатят, блядь. Ху его знает. Ёбаный пиздец. Ладно. Сука, налог на содержание танка в гараже. Блядь, господи, боже мой. Где вы хоть в одной игре вообще видели, чтобы тебя... Возьмем Warface. Пресловутый Warface. Да возьмем Counter-Strike. Любую стрелялку. Онлайн-стрелялка. Контра-Warface похуй. У тебя есть пушка. Тебе приходит админ и говорит. Так. Платите реальные бабки. Ну там переводите в игровую валюту. Там в кристаллы. Хуялы, блядь. Короче говоря. Иначе вашу пушку отберем, блядь. Вот налог на содержание. Ни в одной онлайн-игре нет налога на содержание, блядь. Того, что у тебя есть в ангаре там на складе. Где-то на стрельбище. И еще где-то, блядь. Ну здесь же ебаные вводят налог на содержание танков. Мне кажется. Просто там. Ну реально сидит такой охуенный юморист. Который все это придумывает. Креативщик просто жжет напалом. Автор, жги. Че, сука. Красавчик, молодец. Привет, медведь, ебать, копать. То есть я вообще. Честно, блядь. Хотел поржать с комедией посмотреть. Но я посмотрел, блядь. Вот эти опросники. Там, сука, слезы текут. Тут просто пиздец. Каких из грядущих обновлений вы ждете больше всего? Зеркала заднего вида на танках. Ебаный в рот. Зеркала заднего вида на танках. Ебать, мои, блядь. Сука, не смазанные лыжи. Блядь, без смазки. Блядь. Гаража, кстати, лыжи надо забрать. Так вот. О чем я это? Стою на асфальте я в лыжи обутой. То ли лыжи не едут, то ли я. Того. Короче, вы поняли. Вы где-нибудь у танка видели зеркало заднего вида? Там, сука, так дизель трясет и хуярит и морозит, блядь. Что там это зеркало отлетит к хуям собачьим через 35 секунд, блядь, после его установки, блядь. Зеркало заднего вида, блядь. Ты в него хуй чего увидишь? Там так трактор работает, танки ебучие, блядь. Где ты, сука, с зеркала на танке? Это тебе не МФС, блядь. Хотя да. С новой физикой, блядь. С этими ускорениями, харьками и хуями прочими. Говном, блядь, васпхоп, говно летает, переворачивается. Конечно, из танков сделали парашу. Почему бы к этой параши не придирать зеркало заднего вида? Почему бы нет? Ну ведь, если насрали кучу говна, почему бы в эту кучу говна не воткучишь сверху веточку? А пусть развивается, как американский флаг, еб твою мать. Вот таким вот образом и пытаются пихнуть зеркало заднего вида на танках. Вы представляете, сверху у вас на мониторе будет хуйня. Из этой хуйни вы не будете видеть врагов, блядь. Но эта хуйня будет показывать вам тех, кто едет и вам дышит в жопу. Сука, ну когда играешь в танки онлайн, ты всегда знаешь, кто у тебя сзади, блядь. Я не знаю, я профессионал просто. Ну, сука, я чувствую, я знаю, кто сзади, блядь, пристроился нахуй в хвост, блядь. Я просто знаю это, понимаете? Но, еб твою мать, зеркало заднего вида на танках. Блядь, я надеюсь, это, конечно, блядь, это первоапрельская шутка. Но нихуя, это опросник, это целый опросник. Это нихуя не первоапрельский. Ебать колотить. Новые защитные краски с текстурами от известных модельеров. Чё-то я не понял. Это от кого, блядь? Известных модельеров я знаю только двух. Есть пидорас, блядь. Этот, блядь, Гуччи Ебучи, блядь. Или как его там, блядь? Дольче Габанна, ебанна, блядь. Вот, это точно пидорасы. Есть Гуччи Ебучи. Есть Армани Хуяне, блядь. Армяне, блядь. Вот, они, блядь, ещё шьют костюмы. Но они вроде не пидорасы, хотя хуй его знает по понятиям или нет. Ха. Новые защитные краски с текстурами от известных модельеров? То есть что, блядь? У меня танк будет в клеточку, в горошек или в полосочку? В зависимости от новых модных тенденций, блядь? Я нихуя не понимаю. Честное слово, нихуя не понимаю я. То есть, блядь. От этого обилия красок и так в глазах хребит. В носу свербит. В жопе, блядь, пердит. Ёбаный пиздец. Там сделали 200... 100 500, блядь. Сука, новых... Сука, красок, блядь. Алё. Привет, Хрюша. Ага. Ну я видос записываю сейчас. У меня прям идет видео. Прям пишется. Мне как бы сейчас на зурке. Я просто звонил так. Поздоровался. Нормально, блядь? Ну давай, давай. Потом, пока. Ёбаный пиздец. Сука, недавно обвели 27 красок новых. На 30 старых, блядь. В итоге 50 штук с лишним, блядь. Куда, сука, еще, блядь? Ёбаный, блядь. И так не знаешь у кого от кого резист, блядь, какой. Раньше все прекрасно понимаешь. Видишь краску, видишь танк. Понимаешь. Без всяких МПК. Прекрасно понимаешь, блядь, сколько в него нужно дать шариков рикошета, чтобы он, сука, сдох. Сейчас неизвестно, есть ли у краски резист рикошета. Нет ли его, блядь? Вообще непонятно, от чего краска, блядь. Как очков пидораски, блядь. Непонятно, сколько, блядь, прокачан корпус на броню, блядь. Нихуя не ясно, блядь. Дебилы, сука. Раньше игра высчитывалась математически. И ты, профессионал, профессиональный игрок, киберспортсмен, ты прекрасно знал, выходя на противника, на соперника, зная его скилл, ты знал, как будут дальше развиваться события. Стоит отступить. Может быть, к этому анем. Сейчас, блядь, тупо мясо, и нихуя, ни киберспорт, и ничего. Полное говнище. Танки онлайн, я ебал, блядь. Это БДСМ, мазохизм и футфетиш, блядь. Блядь. В главной степени это ебля пидорасов, я бы сказал. По-другому не назвать. Ладно. Ладно. Какое из грядущих обновлений вы ждете больше всего? Выход из битвы без потери очка. Ну, ёп твою мать. Вы еще очко просадите свое, блядь. Ёбаный пиздон, блядь. Нихуя я не голосую. Отъебитесь нахуй, блядь. Я не хочу голосовать, суки. Дрань ебаная, блядь. Улучшенное автозавершение битвы. Ах ты, господи, боже мой. Ёп твою мать, блядь. Я же вспомнил, что еще есть автозавершение битвы сейчас в игре. Я-то старый скилловый игрок, блядь. Я уж забыл, что есть автозавершение. Сейчас же автозавершение сделали. Сейчас же за вас все решают. Скоро за вас и играть будут. Скоро за вас... Все, блядь. Ты просто заплати нахуй, зайди, блядь, на свой аккаунт и сиди как дурак, блядь. Ну, вот и все. Скоро за вас сделают подобное вот хуйню, мне кажется, блядь. Ты даже играть скоро не будешь. Управление мышью. Ёб твою мать. Ну и кому это управление мышью обосралось, блядь? Скажи мне. Только криворуким амбецилом, блядь. Какого хуя вообще кто мышью будет управлять? Какой дурак, блядь. Любой профессионал управляет клавиатурой. Ни один из идиотов мышкой управлять не станет, блядь. Только конченный даун долбодятел будет управлять мышью, блядь. Управление мышью, блядь. Хуём, блядь, своим управляйте, блядь. Ежедневные задания. О-о-о-о, я чувствую, кто-то в папочку переиграл. Какое из грядущих обновлений вы ждёте больше всего? Ежедневные задания. Сука, я тебе задам, блядь. Я тебе как задам, задам. Сука, по математике заебёшься. Логарифмические уравнения, падла, курва, блядь, решать. Заебёшься, ух, заебу, блядь, заебу. Но нет, реально, ежедневные задания, это что, пизданули что ли? Блядь, школьникам в школе, что ли, не хватает? Ежедневные задания и совсем охуели, блядь, в край, блядь. Ух, ёб твою мать, дожились. Вы уже воспользовались новым ресурсом помощи танкистам? Опросник. Да, я нашёл ответ на свой опрос в базе знаний. Да, я задал свой вопрос, на него ответили. Да, я задал вопрос, на него не ответили. Нет, я ещё не пользовался новым ресурсом. Я ничего не слышал об этом. А почему нет пунктов? Нет, не ответили. Нет, я не согласен, хуёво. Нет, мне не нравится, как отвечают, потому что они все обмутки, уёбыши, хуёвые. Почему нет негативных комментариев? Смотрите, можно поставить, да, ответил, да, задал вопрос и не ответили. А почему нет? Да, мне не нравятся те обмутки, которые там сидят. Типа такие, как Альтерман или, блядь, Санитар ебучий, блядь. Которые, сука, подделывают чужие комментарии на форумах. Пидорасы конченые, блядь. Проститутки, шавки, шаловы ебаные, блядь. Ух ты, шлема злоёбаная, блядь. Я вообще не понимаю, нихуя. Вот пидорасов пачка, блядь. Как вы определяете, что танком управляет девушка? Да как, блядь? У неё есть дуло прокладки и с тампонами вылетает нахуй через раз. Как я определяю? Да только через час, блядь. Как ещё можно определить? У нас в клане, ребята, я вам хочу сказать, были девушки. В профессиональном киберспортивном клане Альфа у нас были девушки. Они играли ничуть не хуже. И определить, кто играет, можно было только, увидев чат, что от женского имени она пишет. Кокетничает или флиртует, или ругается. Но она когда пишет или склоняет как-то там... Было понятно, что девушка только через чат. По игре вообще никак не скажешь. Но тут по манере управления, по нику... Ну, по нику я согласен. У меня есть... У меня ник, блядь. Рио. Рио. Ну, Рио. Это девушка или парень? Рио, блядь. Рио. Это Рио-де-Жанейро, ёб твою мать. Это вообще страна, блядь. Да скажи, как ты определишь, по-моему, нику, блядь. Тупые пиздоколовые уебаны, блядь. По нику. Хуику, блядь. По вооружению. Ну да, блядь. Девушки-соски. Они чаще всего и Зиду одевают. Они хотят женщину унизить, что ли, таким образом? Или что? Что ли? Вот, по разговору в чате. Но это единственный вариант. Я считаю вообще, это единственный правильный вариант. Тут даже и ник не кодируется. Единственный правильный вариант разговор в чате. Танки для настоящих парней. Здесь нет места слабому полу, блядь. Сейчас такой, сука, слабый пол, что он любому сильному, нахуй, фору задаст, ёб твою мать. По манере управления. Что по манере управления? Жопа ездить? Так я жопа езжу, блядь. Ну и что? Я постоянно жопа езжу в танках онлайн, когда я играю в танки. Я задом разворачиваю, потому что мне удобнее. У него жопа, короче, в него хуй попадёшь. Понимаешь? Поэтому я езжу с задницей. А что, по манере бабы как? Всё, блядь, они хуёво машину водят. И что, блядь, танк, что ли, тоже хуёво? Ну, блядь, машина одно, мотоцикл другое. А уж на клавиатуре уж, блядь. Да любая баба, блядь, всем фору даст, если, сука, маникюр не мешает. Ёб твою мать. Честное слово, заебались со своими опросами. Блядь, честное слово. Смотрите ли вы киберспортивные трансляции. Твич-канаре. Пф, ха-ха, лохопёздрики, блядь. У вас нет киберспорта в танках? Ля-ла-ла-ла-ла, блядь. У вас просто нет киберспорта в танках после того, как убили его е-балансом. Вы убили полностью киберспорт. Вот что я хочу сказать. На сегодняшний момент нет не единственного киберспортсмена, который смог бы сравниться с прежними киберспортсменами, если их вернуть в старый режим новых киберспортсменов, поставить против старых в старый режим никто нихуя не вывезет. А если старых поставить против новых, достаточно буквально двух-трёх тренировок, чтобы выкатать их нахуй. Так, какие из акций на майские праздники вам понравились больше всего? Скидка, фонды, ящики, хуящики, блядь. А давайте посмотрим результаты. Людям понравились больше всего голды. И, конечно же, абонемент на бесконечные припасы. Я в душе не ебу, что это такое, потому что я в танки вообще почти не захожу практически вообще ни разу. Ну, я думаю, это кончительная поебень была. Вы участвуете в конкурсах... Вот это интересно, ребята, да. Сейчас я об этом кое-что и расскажу вам. Вы участвуете в конкурсах, проводимых в игре? Да, блядь, участвую. Сейчас я вам расскажу про конкурсы. Выигрывает в конкурсах только тот, кто лично знаком с модераторами. Либо модераторы, либо администраторы, либо хуизираторы, сепараторы, говниматоры, блядь, аниматоры, блядь, ебанаторы и прочие пизды говнораторы, блядь, и хуирапторы ебучие, блядь. Обычному игроку, обычному игроку, проводимых в конкурсах, не выиграть никогда в игре. Потому что призы довольно ценные. Вот. И эти призы, как правило, для них, как правило, эти призы всегда уходят своим приближенным. Модерастам, помощникам, пидерастам и прочее, прочее. То есть всем, кто лежит в жопу. Кто лежит в жопу, тот и выигрывает. А лежит в жопу только приближенный. Так что насчет конкурсов здесь я вам скажу. Я отправлял несколько работ на конкурс. И я скажу вам, очень хорошие работы были. Художественного плана. Музыкальные хорошие работы были и все. Но я вам скажу так. Все это по пизде мешалка. И даже они вообще, даже в список не попали, блядь. Потому что, блядь, сидит там куркуль ебучий и смотрит для кого из своих ебаный приз дать, раздать, скажем так, блядь. Так что все это купленная хуйня. Все эти конкурсы в танках онлайн. Все это купленное еботени. Не поебень. Никогда не верьте, не ведитесь и не доверяйте этой поеботи. Не противной, блядь. Вот. Когда у меня возникает вопрос по игре, я... Хуя, блядь. Когда у вас возникает вопрос по игре, можете спросить Роман Сергеевич на официальной странице моего, как говорится, официального паблика, либо на моей странице в личке. Когда у вас возникает вопрос по игре, такие вот дела. Но... Спрашиваю помощника в чате. Блядь, в чате сидит засранец, голожопый, десяти лет от роду, который нихуя не знает. Поэтому спрашиваю помощника в чате, блядь. Это, блядь, лучше пойти, а в стену хуем потереться, блядь. Больше толку будет. И еще ответ на Вики. Ну, конечно, блядь. Ваша Вики, блядь, хуики, блядь. Можете в жопу себе засунуть, дебилы косогоровые, блядь. Еще ответ на форуме. Ну, конечно, блядь, на форуме. На форуме, блядь, хуй можно сломать и в узел завязать, только не ответ найти, это точно. Еще ответ на help.tankionline.com Конечно. Написать на help? Ёб твою мать. Ты хоть запишись тебе, блядь. Вот у меня мощный игровой компьютер, блядь. Мощная геймерская машина, которая может одновременно, блядь, 30 окон с танками онлайн открыть и одновременно их все запустить, нахуй. Настолько она дохуя мощная. У меня настолько мощная машина, что GTA 5 прет без тормозов, без лагов и без косяков, блядь. На максимум. Это настолько мощная игровая геймерская машина. Почему, сука, в танках онлайн у меня FPS меньше 30, сука, мать вашу, блядь. Почему ваши ебучие танки так долго грузятся? Почему так, сука, сильно лагают ваши ебучие, злоебучие пизда-говнотанки, блядь, нахуй. Когда, блядь, у меня скорость интернета и не ебаться дохуя ей больше, блядь. Сука! Кто мне ответит, нахуй, хелп танки онлайн, блядь, отпишется. Ищите ответ в вашем железе, блядь. В вашем компьютере они имеют в виду, конечно же. Разбирайтесь с вашим, блядь, трафиком, хуяфиком, интернет, блядь, этими, блядь, пидорасами, которые интернет вам поставляют, ну, блядь, импортерами ебучими, блядь, зовут их называют, короче, провайдерами хуевыми, вот. Смотрите дело в вашем компьютере и все прочее. Ахуй вам к носу, господа, блядь, пиздобразы, блядь. Ничего подобного, абсолютно. Я вам хочу сказать, что игра ваше говно неоптимизированная, блядь, даже на мощных компах тормозит. Раньше? Раньше. У меня был старый, 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 старый слабенький говнокомп, на котором фпс, блядь, пиздец держался и нихуя не падал. Я не знаю, что сделали с игрой, блядь, но ваша оптимизация, блядь, просто говнищем стала. Играть просто невозможно. Так что, руки свои кривые себе в жопу засуньте нахуй. И ваши ответы, блядь, себе тоже засуньте туда же, блядь. Даже в трубочку не сворачивайте. Пинками себе забейте. Хуесос, ебаные. Обращаюсь к друзьям-танкистам, блядь. Друзья-танкисты такие же. Эй, ты голд поймал? Ага, он мне тут косячит. Ну и похуй, блядь. Заебись. Обращаюсь к техподдержку, блядь. Техподдержка? Разве ты не helptankionline.com? Дебилы, ебаные. Техподдержка это и есть helptankionline.com? Уебаны пиздоголовые. Это один и тот же пункт. Ищу ответ на helptankionline.com и обращаюсь к техподдержку. Сука, это одно, блядь, и тоже дебилы пиздоголовые, блядь. Кто, сука, создавал этот опростик? Кто, сука, его создавал? Я не могу, блядь, обосраться, обосраться. Ебать. Ох, блядь, дебилы. Налог на танки в гараже, блядь. Пизаразы, блядь. Алименты ищи. Алиментчики ебучие, блядь. Ебать. Судебный пристав придёт, сука, комп заберёт за неоплаченный налог за танк. Виртуальный, блядь. У меня не возникает вопросов по игре. Зато у меня дохуя возникает вопросов по игре. Ох, господи, боже мой. Используете ли вы управление мышью? Да, это удобно. А давайте посмотрим. Ну да. Имбецилы сами себе, блядь, накрутили, блядь, значит, этих, блядь, лайков, хуяйков, я не знаю, как это называется. И мы думаем, ну да, блядь. Управление мышью, ещё раз говорю, использовать можно только совсем полный даун, блядь. Потому что мышью профессиональный игрок никогда управлять не будет. Потому что это неудобно. Да, но не хватает возможности настраивать его под себя. Кого его, блядь? Кого его, сука? Кого его, блядь? Вы русский язык учили, составители? Пидорасы тупые. Используете ли вы управление мышью? Да, использую. Но не хватает возможности настраивать его под себя. Кого, блядь, его? Мышью, блядь? А, управление его. Так пишите, сука, чтобы понятно было. Да, не хватает возможности настраивать управление под себя. А то его, блядь. Мышь его, что ли, блядь? Назовите мышь Евгений. Пусть мы, блядь, довольны и будет, сука. Нет, оно мне не нравится, блядь. Оно, блядь. Говно, блядь. Нет, я привык к традиционной сексуальной ориентации. Я не привык. Канал наебли, блядь. Нет, я привык к традиционной сексуальной ориентации. Поэтому я не хочу, блядь, переучивать свое очко, блядь. Кроме как испорожняться, я, блядь, в жопу. Поэтому, блядь, я вот так ответил бы, блядь. У меня не работает управление мышью. Но это, блядь, для тех, у кого еще досовские компьютеры, у кого просто не предусмотрена вообще возможность мыши, блядь, в компьютере. У кого просто нету порта даже для мышки. Ты знаете, такие были на 5-дюймовых дискетах, где все полностью на досе и управлялось чисто с помощью клавиатуры. И было невозможно использовать мышь. Ёбаный пиздон, блядь, нахуй. Сколько времени вы будете готовы тратить на выполнение ежедневного задания? Это что, ёб твою мать, выполнение ежедневного... Уроки? Уроки? Шкалата только, сука, на каникулы пошла. Вы ей уже уроки задаете. Ежедневные задания еще будут давать? А если не справишься, что, двойку поставят? Я знаю, кристаллы отнимут. Ох, ёб твою мать. И еще и налог. И еще и кристаллы. Сколько понадобится? Сука, делают все, чтобы задержать людей в игре. И задания придумывают. И хуяня. И налог на танк. Ёбаный, блядь. Я, сука, не устаю, блядь. Я не устаю, блядь. Но вот это... Какое из грядущих обновлений вы ждете больше всего? Налог на содержание танков. Горожай, ёб твою мать. А вот это бомба. Ёб твою мать. Охуеть. В общем, ребята, это дурдом. Я уже пойду покури, пивасик вам его. Ой, блядь. Пойду обработать видос. Залью его на канал. А вы посмотрите, поржете. С дурдомом. И на самом деле опросов-то дохуя. Я могу хоть раз в неделю делать стёб над опросниками, над их опросниками. Понимаете, ребята, я могу делать стёб над их опросами хоть каждую неделю. То есть мне как бы абсолютно это без разницы. Я могу всегда их простебать с удовольствием, с огромным... Так что... Что я хотел ещё сказать? Да, у меня имеются аккаунты, покупайте. Они имеются в наличии, их дохуя. Так, ну всё. На сегодня всем покедово. Увидимся на канале YouTube. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Непременно, конечно же, ставьте лайки. Пусть это видео наберёт сто тысяч просмотров. Пусть люди посмотрят, посидят, поржут. Будет великолепно, я думаю, смешно и юмористично. Так. В группе у меня что вконтакте? Что-то весёлое и интересное. Вот, кстати, я играл недавно в NFS. Это я сижу, играю в NFS. Most Wanted 2005 года. Вот такой вот у меня субарик был весёлый. У-у-у-у, как я катался на субарике. Хе-хе-хе-хе-хе. Хорошо было, веселился я. И опросик. Subaru, Nissan, Skyline и... Не знаю. Ну вот хуя узнает, короче. Вот такие вот дела. Ступайте в группу вконтакте, как я уже сказал. Добавляйтесь ко мне в друзья. Добавить? Добавлю, добавлю. Хорошо, добавляйтесь. Вот я на мотоцикле, на мотобайке. Да, добавляйтесь ко мне в друзья. Вот я такой красавец вообще. Да, добавляйтесь ко мне в друзья. И я не знаю на самом деле зачем, но я думаю, за чем-нибудь... Надо добавляться в друзья. Надо дружить, короче говоря. Вот. Всем привет. Всем пока. Всё, добавляйтесь покупайте аккаунт и увидимся если вам понравилась рубрика стёба рубрика стёба 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 над допросниками то пишите в комментариях я посмотрю если наберет достаточное количество лайков и просмотров то возможно будет 2 разъёб опросника и так далее опросов то дохуя разъёбывать я могу очень так что увидимся с вами был рома 9 всем пока пока пока